Корреспондент. Украина. Бьет, значит любит. Анна Куценко. Корреспондент. Украина. 26 ноября 2019 года. 17 декабря 1999 года Генеральная ассамблея ООН объявила 25 ноября международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Эта дата была выбрана в память о сестрах Мирабал, политических активистках, которые в 1960 году были жестоко убиты по приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухеля. Насилие над женщинами сегодня широко распространено в США, Европе и Центральной Азии. Исследование, проведенные структурой ООН женщины, выявило, 80% жертв сексуального насилия почти в каждой стране данного региона – это женщины и девушки. Для сравнения, женщины во всем мире страдают от домашнего насилия больше, чем от грабежей и автомобильных катастрофах, вместе взятых. Мировая общественность активно занимается вопросом защиты женщин от домашнего насилия. Например, в США создаются специализированные приюты и группы поддержки, где женщины делятся опытом, учатся говорить о насилии и наконец понимают, они не одиноки, что есть не только выход и легальная защита, но и понимание того, что они не виноваты. На Украине эта проблема не менее актуальна. По данным Фонда народонаселения ООН ежегодно от физического насилия страдают 4 миллиона украинок, от сексуального – почти 2 миллиона. Из них, около тысячи погибают от домашнего насилия. К большому сожалению, в полицию обращаются лишь 10-15% пострадавших. Обычно жертвы оправдывают своих мучителей по разным причинам – финансовая зависимость, отсутствие собственного жилья, а также отсутствие уверенности в то, что кто-то может помочь. Только трое из 10 украинских мужчин, обвиняемых в насилии к членам своих семей, которые совершают уголовное преступление, получают реальные тюремные сроки. Обычно, такая проблема возникает из-за неосведомленности украинских женщин в вопросах поиска помощи. 7 декабря 2017 года был принят закон о предотвращении противодействия домашнему насилию. Также мы присоединились к кампании ООН против насилия в семье. Была начата общегосударственная кампания «Стоп насилию», начали создавать приюты и различные социальные проекты. В частности, в Киеве функционируют государственные, частные волонтерские учреждения. Примером может служить приют, который является структурным подразделением Киевского городского центра работы с женщинами. Здесь женщины могут находиться в течение 90 дней, необходимых для социальной адаптации. Также работниками центра была создана программа «Я – женщина», состоящая из трех проектов, направленных на коррекцию виктимного поведения, предрасположенность человека попадать в ситуации, связанные с опасностью для его жизни и здоровья, примечания переф, и возвращение самоуважения женщины к самой себе. Еще один государственный приют находится в Васильковском районе, в котором можно проживать вместе с детьми. Здесь существуют программы реабилитации, работают психолог и социальный педагог. Пребывание в приюте бесплатное, созданы все условия для комфортного проживания, есть кухня, санузел, детский уголок, кабинет психолога, кровати, мебель, методическая литература. Специалисты приюта будут помогать женщинам найти работу, устроить ребенка в садик или школу. По стандарту Совета Европы, на каждые 7-10 тысяч жителей должно быть создано одно семейное учреждение, а также места для женщин с детьми в приютах или других социальных учреждениях. И, несмотря на то, что на Украине это направление развивается, создаются приюты в Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской областях, их недостаточно. Ограниченные возможности в размещении женщин в приюты, государство компенсирует работой других учреждений, которые могут хотя бы предоставить юридические, социально-медицинские, превентивно-образовательные, информационно-просветительские услуги, Киевский городской центр социально-психологической помощи, Киевский городской центр семьи и семейный дом, районные центры по делам семьи и женщин, в Глосеевском, Деснянском, Святошинском, Соломенском районах. И, конечно, частные учреждения медицинской и психологической реабилитации, оказывающие помощь на платной основе. Кроме того, 14 октября 2019 года, согласно закону о противодействии домашнему насилию, к трем месяцам лишения свободы приговорили 33-летнего киевлянина. Это первый случай в истории Украины, когда насильник получил законное наказание именно за психологическое давление, унижение, и угрозы физической расправой, то есть, помощь, на самом деле, существует. Стоит только преодолеть свой страх и сделать первый шаг навстречу новой жизни, начав с обращения в милицию и вышеперечисленные учреждения. И в конце статьи хочу обратиться к мужчинам и напомнить, что в семье сила проявляется не в том, чтобы держать женщину в кулаке, а в том, чтобы уметь находить компромиссы и строить отношения на принципах уважения и доверия. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.